Здравствуйте! Наступило эфирное время информационно-аналитического обзора событий недели в программе телекомпании «Город. Время говорить». Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. В столице области продолжается борьба с незаконным оборотом алкоголя. «Поступил, не поступил!» – подписан приказ ректора Рязанского госуниверситета о зачислении на бюджетные места. «Сейчас как даст!» – самый габаритный чемпион по боксу дал пресс-конференцию в Рязани. Что же построить на Лыбецком бульваре? Разъяснительный брифинг в администрации города. А теперь подробнее о самых заметных событиях. Начнем с облавы недели, которую строили на криминальных спиртоносов рязанские полицейские. Базово дело начиналось с жалоб рязанцев во власть на фальшивый алкоголь, который в изобилии присутствует на теневом рынке города. Параллельная тема – надоевшие до безобразия пивнушки беззастенчивые и бесстыжи, открывающие нараспашку двери неподалеку от детских садов и школ, а то и прямо во двор. Пара шагов до песочницы и детской беседки. Ну что еще надо страждущему пьянчуге, чтобы, извините, справить нужду различного формата после алкогольных возлияний? Наглость несусветная, потому рязанский губернатор дал поручение силовикам и чиновникам пятейные шинки проверить, а нарушителей беспощадно закрыть. И началась, а скорее продолжилась, антиалкогольная атака с активным привлечением средств массовой информации. Одна из масштабных побед – 2,5 тонны фальсифицированного алкоголя в селе Троица на территории Ясаковского винного завода. Примечательно, что подпольные дельцы вовсю осваивают производство липовых виски и текилы. Водку-то наш человек сразу разоблачит, а вот к заграничному алкоголю мы пока непривычны. А стало быть, если та же самая текила уксусом отдает, а виски бензинчиком, то, может, оно так и надо. Полицейские предполагают, что фальшивое пойло шло крупными партиями в соседние районы. Совершенно очаровательный подпольный цех накрыли в четверг в Рязанских Бутырках. Вплотную к производству стоит печатный дом, через дорогу детский садик, вокруг жилые дома – это антураж. А за дверями – коробки, бутылки, ящики и подозрительного вида азиаты – гастарбайтеры. Понятно, что производству было организовано дешево и сердито – вода, спирт, уксус, чтобы хлопья осадить, и, собственно, сам продукт. Опять не только фальшводка, но и самопальный коньяк, виски и так далее. А вот передовики криминального производства – пролетарии мафиозно-алкогольного труда. Никто не говорит по-русски? А как же вы общаетесь с теми людьми, которые живут в Рязани? У нас русскоговорящее население. В магазины ходите? Ходите. Вот видите, меня понимаете, да? Давно здесь работаете? Нет, сегодня. Первый день? Нет, просто мы с другими здесь будем работать. С тройками работаем. А, вы на стройке работаете? Сегодня праздником ходить. У вас сегодня праздник национальный? Кстати, в четверг, когда этих, с позволения сказать, работяг взяли в алко-цеху, у правоверных мусульман был большой праздник, у Роза-Байрам, который отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Так что, по идее, должны были они молиться, а не фальшивые пойлы гнать на погибель гостеприимному российскому народу. Вкалывали трудяги, поглядывая на инструкцию, которая висела на стене. Даем стоп-кадрам, чтобы зрители прочитать успели оригинально, что и говорить. По самому настоящему разбойничьему уставу содержали здесь мастеров нелегального розлива. Параллельно шла зачистка рюмочных и пивных. Некоторые владельцы заведения успели затащить в свои личные гаражи и квартиры фальшивые бутылки, а некоторые и не успели. Только за сутки в ходе рейдов полицейские проверили пару десятков питейных точек, изъято более полутора тонн алкогольной продукции. На этой неделе абитуриенты Рязанского государственного университета читали самую интересную и долгожданную литературу лета о списке зачисления в Альма-Маттер. В программе репортаж, снятый в университете по горячим следам. В день публикации приказывал зачисление на бюджетные места и полных пофамильных перечней абитуриентов. Для большинства выпускников школ и колледжей нет ничего важнее, чем удачное поступление в ВУЗ. Будущие студенты Рязанского государственного университета уже могут увидеть свои фамилии в списках поступивших. Конечно, проходную набрала. Вот теперь жду, скорее, уже учиться, поступить, чтобы все стало нормально. Все уже скоро должно быть все понятно. А мне очень радостно, что я поступила на бюджет. Это какая-то гордость, подарок для семьи и для меня. Исполняющий обязанности ректора РГУ Сергей Пупков уже подписал приказ о зачислении первой волны удачливых студентов на бюджетные места. К концу недели станут известны имена всех ребят, которым повезет учиться на бесплатной основе. Ну, те, кто не пройдет на бюджетные места, имеют возможность заключить договор и обучаться на внебюджетной основе. Стоимость обучения на внебюджетной основе точно такая же, как столько же, сколько нам платят бюджеты, 63 320 рублей в год. Несмотря на то, что в этом году пропускной балл по ЕГЭ для абитуриентов стал значительно выше, все бюджетные места будут заняты. Правда, конкурс на каждое место в связи с изменениями условий стал ниже. Да и резкое улучшение качества знаний не на шутку удивило приемную комиссию. Ситуация везде примерно одна и та же. Средний балл ЕГЭ у тех, кто подает документы в ВУЗ, в сравнении с прошлым годом, на 20-30 баллов выше. Эта ситуация, на мой взгляд, вызывает большие вопросы в качестве проведения ЕГЭ. Ну, я допускаю, что у нас молодежь умнеет, лучше готовится, но рост, допустим, 2-3 балла, 5 баллов я еще могу понять. Но когда это в среднем на 20-30, не знаю, сомнительно. Добавим, что в списке поступивших, который опубликован на официальном сайте РГУ, видны в основном русские фамилии, что, несомненно, радует, особенно после того, как стали известны скандальные подробности о сдаче ЕГЭ в республиках Кавказа. В дополнение к сказанному, в МГУ в среднем результаты у абитуриентов оказались выше на 7 баллов, сообщил на этой неделе в интервью российской газете ректор Московского госуниверситета Виктор Садовничий. По его словам, здесь сказалась сумма факторов, в том числе и нарушений во время проведения единого госэкзамена. Рязанский медуниверситет на этой неделе принимал в прямом смысле слова высокого спортсмена, который прибыл в Рязань отметить День физкультурника. Это был Николай Сергеевич Валуев, бывший профессиональный боксер, экс-чемпион мира, а ныне депутат Госдумы и телеведущий. Рост 2 метра 13 сантиметров, вес в районе 140 кило, боксерские прозвища, русский гигант, зверь с востока, Никола Питерский и Коля Кувалда. Глеб Галушкин продолжает тему. Легендарный боксер-тяжеловес Николай Валуев посетил Рязанский медуниверситет накануне Дня физкультурника. На встречу с чемпионом пришли студенты вуза и молодые рязанские спортсмены. Вначале Николай Сергеевич поздравил горожан с физкультурным праздником. Искренне вас поздравляю. Занимайтесь спортом, занимайтесь собой, своим телом, духом, потому что спорт тренирует не только тело, но и действительно настоящий дух. Это касается как мужчин, так и женское население. Один из первых вопросов касался предстоящего чемпионского боксерского поединка между Александром Поветкиным и Владимиром Кличко. Валуев отметил, что борьба между этими спортсменами будет ожесточенной и чрезвычайно интересной. Как депутаты Госдумы Николаю Валуеву задали вопрос о строительстве спортплощадок. Программы именно, как вы назвали, такой нет. Вот прямо, целенаправленно такой программы нет. Но, например, в разных регионах работают региональные программы. Это не федеральные, а региональные программы, которые, да, которые сейчас вот дополнит мой ответ. Региональные программы по развитию спортивных площадок, детских спортивных и дворовых спортивных площадок. Как депутат от Кузбасса я вам могу сказать, что у нас в Кузбассе подобная программа существует, а работает регулярно как в новостройках, так и уже построенных микрорайонах. Мы открываем детские спортивные площадки. Похожая городская программа по строительству спортплощадок, по словам министра спорта Татьяны Пыжонковой, действует и в Рязани. Спрашивали Николая Валуева и о том, почему он после завершения спортивной карьеры занялся политикой. На это бывший чемпион ответил, что политическая деятельность позволяет заниматься ему социальными проектами, например, открытием бесплатных боксерских школ. А сейчас, по словам Николая Валуева, он активно занимается популяризацией бокса на радио и телевидении. Средства массовой информации, они как могут промывать мозги, так и все-таки чему-то конструктивному учить и, по крайней мере, показывать. Я считаю, что с моей помощью, с моим участием делается только конструктив. Почему? Потому что мне это близко, у меня остается на это время, и мне это на самом деле очень интересно. Поэтому я веду спортивные передачи, ну, есть такие пробы себя, даже в кино, ладно, не будем, сейчас на кино совсем времени не осталось, а вот на телевидении что-то такое есть. В конце встречи Николай Валуев заявил, что в свои 40 лет он собирается потратить всю оставшуюся энергию на популяризацию массового спорта. Беспокойство недели забор на Лыбецком бульваре, который вот уже который день украшает в кавычках центр города. Как известно, пять лет назад Управление капитального строительства городадминистрации выдало одной из строительных компаний разрешение на возведение гостиницы. Право пролонгировано до 15-го года. Однако, несколько дней назад агентство «Рязаньинфо» сообщило, что упомянутые компании не держат в планах строительство гостиницы на территории Лыбецкого бульвара. Такова вкратце предыстория вопроса. На этой неделе на пресс-конференции в Рязанской мэрии прокомментировали положение дел. Очередная масштабная стройка в исторической части города уже разрешена нашей администрацией. Шестиэтажный гостиничный комплекс раскинется аж на три улицы – Проволыбецкая, Мюнстерская и Почтовая. Благодаря застройке они будут облагорожены и объединены пешеходной дорожкой. Здесь предполагается напротив муниципальной седьмой столовой по улице Мюнстерское возведение многофункционального здания. На земельном участке, на схеме он обозначен цифрой один. И на сегодняшний момент уже группа инвесторов разработана фасадная часть. То есть как будет выглядеть это здание. Ну и соответственно, что из себя будет представлять благоустройство самого Лыбецкого бульвара. В связи с тем, что появилось очень много информации, в том числе в средствах массовой информации, по поводу того, что ведется какое-то строительство, вплоть до жилого строительства на территории Лыбецкого бульвара, и то, что оно будет превращено, так скажем, из места отдыха горожан в какую-то частную территорию, хотелось бы немножко расследить позицию, что на сегодняшний момент планируется, как на уровне города, так и на уровне области. Как сообщил частный инвестор проекта Олег Свирин, кстати, уже опытный в гостиничном деле человек, ранее на этом месте предполагалось строительство торгового центра. Но проект в скором времени был экстренно исправлен. Хватит с нас, извините, ТРЦ различных. В настоящий момент разрешение получено на торговый центр, но там торгового центра не будет. То есть я включился в этот процесс только при том условии, что здание будет перепрофилировано под гостиничный комплекс. То есть это большая гостиница, уровень 4 звезды, где-то на 200 номеров, в соответствующей инфраструктуре. То есть рестораны, спа-центр, ну и так далее, то, что необходимо в этом комплексе. Одновременно с строительством подобной гостиницы, ну гостиница будет представлять собой одно здание, но здание квартал. По виду, если вы видите на картинках, то это много маленьких домиков, соединенных в одно целое, чтобы как бы создать такой исторический облик квартала, городского квартала. Судя по утвержденному проекту, комплекс будет облагорожен различного вида фонтанами. А визуально гостиницу можно будет сравнить с улицами Старого Мюнстера и Московского Арбата. Эта зона относится к функциональной зоне Ж4 и является так называемой зоной исторического центра Рязани. То есть зона Ж4. Насколько я сейчас помню, могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, это зона Ж4. То есть на ней строительство разрешено? Да, на сегодняшний момент. Ну, чтобы понимать, что такое зона исторического центра Рязани, да, это у нас достаточно большая часть, так называемые малые центры. Естественно, в малом центре у нас ведется строительство. То есть есть перечень разрешенных видов, есть определенные ограничения, но, тем не менее, строительство в этой зоне, оно разрешено. Шесть этажей можно строить? На сегодняшний момент по разрабатываемому проекту охранных зон, который, я думаю, что в ближайшее время будет принят, естественно, строительство в такой высотности возможно. Хочется надеяться, что все озвученные и обещанные планы будут реализованы. Рязань обзаведется новой прогулочной дорожкой, красивыми видами и туристической зоной. Лишь бы все, как это часто бывает, в последний момент не превратилось в очередной притон или тот же самый пресловутый торговый центр. В эфире информационно-аналитическая программа телекомпании «Город». Время оговорить итоги недели. Вот что будет во второй части. Нет с нами! В Пскове похоронили убитого на этой неделе православного священника Павла Адельгейма. Как стоишь! Рязанские инспекторы провели рейд по парковкам. С праздником! На этой неделе строители принимали поздравления на высоком уровне. Продюсеры из «Большой дороги» рязанцы приняли участие в новом проекте телеканала «Перец». Продюсеры из «Большой дороги» Продолжаем программу. Трагедия недели, которая стала потрясением для православной России убийства псковского священника отца Павла Адельгейма. Его в этот понедельник, по версии следствия, зарезал 27-летний выпускник Всероссийского государственного университета кинематографии Сергей Пчелинцев. Сергей Иванов, настоятель псковского храма святых жен Мироносец, в котором в свое время служил Павел Адельгейм, сказал в интервью корреспонденту российской газеты «Расстроились все. Для нас всех это огромная потеря». Отец Павел был очень авторитетным человеком, высокий духовный уровень, и при этом очень скромный человек. Все такое простенькое носил. Трудная судьба выпала отцу Павлу. Осужден был в советское время, лагерь прошел. Крестный путь у него, и видите, Господь призвал его к себе через мученическую кончину. Даже если какие-то личные мнения конкретного священнослужителя кого-то не устраивают, ведь можно просто оставить его в покое и отойти, удалиться самому. Но нет, здесь получилось так, что человек не выдержал, человек не совладал с собой, а может быть, если даже хуже, что сам добровольно на это пошел и лишил жизни человека глубоко престарелого и и так уже много пострадавшего за веру. Таким образом, получается, что отец Павел закончил свою жизнь мученической. Для христиан мученическая кончина не является постыдной и позорной. Наоборот, это привилегии, которые даются не всем. А человек и в его лице часть общества стали богоборцами. Вот в этом большой парадокс. Человек начинает бороться с церковью, человек начинает бороться со священниками, а начинает бороться и в итоге борется с самим Богом. А никакой человек в борьбе с Богом не выиграет. Никогда. Но жизнь продолжается. В ней тревожные соседствуют с торжественным. Грусть с радостью. Печальные события с праздниками. В Рязани, как и во всей стране, на этой неделе с профессиональным праздником поздравляли строителей. В зале торжества областного дома правительства глава региона Олег Ковалев вручил награды лучшим из лучших. В четверг, в преддверии Дня строителя, в региональном правительстве состоялась торжественная церемония, на которой около 30 лучших работников отрасли получили государственные и региональные награды. В мероприятии принял участие губернатор Рязанской области Олег Ковалев. В нашей профессии, я считаю, это самое нужное. А строительный комплекс, считаю, базовым комплексом для развития экономики и социальной сферы. Там, где есть выход, там местные, там, в последние дни, от эффективности работы строительного комплекса, от тех проблем, которые осваивают строители и выдают имение новых объектов, значит, растет, зависит и промышленный рост, и качество жизни наших граждан. Глава региона подчеркнул, что в последние три года строительная отрасль Рязанской области демонстрирует устойчивое развитие. Увеличивается количество введенного жилья, ведется активная работа по расселению аварийного фонда, возводятся объекты социальной инфраструктуры. 14 из них жители области смогут использовать уже в 2013 году. Начинается возвращаться старые времена. Это вспомнение о нас, о нас, строительных. Мы что-то вспоминаем. Я думаю, придет то время, когда начнут просветать, как стали в свое время, в советские времена ПТУ. Они нужны, они сейчас необходимы. Не хватает молодежи на стройку. Я думаю, надо верить, надеяться и ждать. Все будет хорошо. Строители, как подметил губернатор Олег Ковалев, вносят неоценимый вклад в развитие региона. На этом празднества не закончились. Далее торжественная церемония переместилась в музыкальный театр. Об этой части мероприятия рассказывает Ирина Ковалева. На встречу пришли те, кто своими руками создает новый облик нашего города и области. Крупнейшие строительные компании регионов в фойе театра организовали выставку. На ее стендах была размещена информация о работе строительных фирм и готовящихся проектах застройки. Ознакомиться с выставкой приехал и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Ну а после внимательного осмотра экспозиции он открыл торжественное собрание, посвященное празднику. От всей души вас хочу поздравить с этим нашим праздником. Действительно, профессия строителя во все времена считалась самой мирной профессией, самой созидательной профессией и востребованной потому одной из самых уважаемых в обществе. В любом обществе, где бы это ни было. В своей речи губернатор отметил неоценимый вклад, который внесли ветераны строительной отрасли в восстановление города в тяжелые послевоенные годы. Молодых же специалистов он призвал к соблюдению баланса между сохранением исторического облика Рязани зеленых и рекреационных зон и обеспечением условий для развития города. Сегодня много критикуют общество и застройку города, и принятие каких-то отдельных решений. И порой совершенно справедливо, потому что порой мы увлекаемся и строим жилые массивы, забывая о коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуре. Этого не должно быть. Мы должны строить комплексно, мы должны сохранять парки, скверы, мы должны сохранять рекреационные зоны, мы должны создавать инфраструктуру социальную в обязательном порядке. Также Олег Ковалев наградил работников строительного комплекса Рязанской области почетными знаками и грамотами. На днях в Рязани провели рейд дорожные полицейские. Рейдовали инспекторы по неправильным парковкам. Наблюдала и делала выводы Оксаны Тебенихина. Наверное, холодная война водителей за парковочные места так никогда и не закончится в пользу автомобилистов. Администрация усердно закрывает глаза на столь откровенную проблему. А сотрудники ГИБДД ежедневно собирают железный урожай, который вырос в неположенном месте. За все месяцы этого года у нас эвакуировано уже 689 автомашин транспортных средств, которые помещены на специализированном автостоянке. В Рязани пока что всего два эвакуатора. Никакого вреда, по крайней мере визуального, автомобилю они не причиняют. Зато хозяин транспортного средства, выйдя на улицу и не обнаружив свое имущество там, где оставил, теряет миллионы нервных клеток разом. Но негде парковаться людям. Если уж черным седаном с номерами ООО, РОО и прочее, ё-моё, можно бросать служебной иномарке, где попало, без каких-либо последствий, то простым рязанцам приходится платить по полторы тысячи рублей за каждый час простоя под знаком. Далее несколько планов, снятых нашим оператором на улице Островского. Это к вопросу о том, как у нас ездят, причем на любом виде транспорта. Лихачам везде у нас дорога. Лихачам везде у нас дорога. И на конец об одном из оригинальных проектов, которые на днях проходили в Рязани. Продюсеры с большой дороги. Так назвали свое новое детище создатели, авторы и режиссеры популярного канала «Перец». С подробностями Ирина Ковалева. Найти золотые голоса и яркие песни, которых Россия еще не слышала, именно такую задачу ставят перед собой авторы проекта «Продюсеры с большой дороги», который готовится к запуску одним из наших партнеров, телеканалом «Перец». Многие скажут, что все это уже было, и звезд из народа искали, и на большую сцену их выводили. Но отличие этого проекта в том, что продюсеры, отбирающие победителей, на деле вовсе и не продюсеры. У нас продюсеры стали обычные люди. Ну, как обычные люди, они артисты, но их интерес, скажем так, не заработать кучу денег. Их интерес поднять и вытащить людей, которые умеют и хотят петь. Самое главное, они талантливы. И показать их всей стране. Вот так и получилось, что трое серьезных ребят, Жека, Миша и Серега, колесят по всей стране, устраивая в разных ее уголках отборочные туры. Не обошли они вниманием и наш город. Причем приехали к нам в выходные, когда Рязань праздновала свой день рождения. Несмотря на это, участников было предостаточно. Для кого-то это шанс пробиться на большую сцену, для кого-то возможность выступить с композициями, которые сегодня принято относить к шансону. Я заинтересовался просто самим проектом, потому что на других посмотреть, себя показать. В общем-то, да, посмотрите, как интересно живет в нашем городе вот этот жанр, шансон. Чем он дышит, о чем люди думают. Продюсерам с большой дороги еще предстоит поколесить по стране. Ну а победители отборочных туров отправятся в Москву, чтобы на гала-концерте сразиться за главный приз – путевку в Геленджик. Такое увидели уходящую неделю наши авторы. Если что-то упустили, не судите строго, пусть другие расскажут больше. Жизнь продолжается, а значит, мы в эфире. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин